Всем привет! Это видео про наш технический флот на Луне, на нашей лунной базе. Меньше слов, больше дела. Ребята, врываемся! В этом видео мы вам расскажем, что такое заправщик, маленький заправщик, который мы назвали Воливо. Мы вам расскажем, какие должны быть правильные буровики. И поскольку у нас есть буровик темной силы, мы расскажем про буровик джедаев. Мы расскажем про корабль-грузовик, который, к сожалению, был недостроен и так и остался на нашей лунной базе. После чего мы расскажем вам про Харон. Многофункциональный корабль, ребята. Итак, рассмотрим подробнее наш флот. Начнем мы с нашего Вольво, с нашего заправщика. Отличный корабль, ребята, очень функционален. У него на сенсорах построены поршни. У него три поршня. Какой бы стороной вы не подлетели к большой сетке, очень удобно выдвигаются и заправляете этот корабль. Так мы заправляем нашу таранную ультимейт, так мы заправляли иногда даже нашу галактику. Заправщики – очень удобная штука. Рассмотрим наши буровики. Расти я вам уже показывал. Он как бы небольшой, мы его затюнили, добавили буров, но, честно говоря, этого мало. И мы разработали концепт. Мы разработали концепт больших буровиков. Посмотрите, как у них расположены буры. В следующих кораблях мы будем экспериментировать над бурами, которые будут выступать как бы перпендикулярно. Очень интересный концепт. Посмотрим, как у нас это получится. Здесь же буры, расположены клином, добывают примерно от двух миллионов любой руды. Отличная штука. Мы сделали таких два для функционала. Даже не знаю. Скорее всего, один это у нас буровик ситхов, а второй буровик джедаев. Пусть будет так. Но интересный концепт это у нас наш Харон. Посмотрите на него. Этот корабль сразу предназначен для масштабной сварки и для масштабного разбора врагов. А врагов нападает очень много. И чем-то их тушки нужно разбирать. И вот именно он разбирает эти корабли этим веретеном сварок. У него внутри много контейнеров и все это в нем отлично помещается. Помимо этого, в нем установлен гравитационный двигатель. Он еще и очень шустрый. И конечно же, мы не забыли про очень красивую и эффектную кабину. Про эффектный мостик. Ребят, но не всегда Харон применим. Иногда нужно строить что-то в помещениях. Или какие-то постройки, которые внутри больших блоков неудобны. И для этого подходит вот такой вот строитель на малой сетке. Это наш карактер. Мы этот чертеж тоже выложим в описании к видео. Смотрите ниже. Все ссылки на Steam Workshop. Этот корабль уже начал строить, маленький спойлер, наш материнский корабль. Ребят, именно вот этим маленьким строителям. Но большие площади все же удобнее будет застраивать именно Хароном. Именно этот корабль мы сделали как бы со сменными насадками. Вот здесь вот видно, что эта вся передняя насадка, она снимается. И ее можно убрать. Он может быть просто грузовиком. Перевозить много груза. Он может резать. Он может варить. Только из-за того, что у него есть насадка на роторах. Она просто проворачивается. Все элементарное просто. Так, давайте же посмотрим, как работает наша техника. Давайте посмотрим, как работает наш буровик. И как работает эта именно система клинов. Клинообразных буров. Мы сначала строили как все. Строили как все в Steam. Строили как все, кто строит буровики. И, ребят, ровные буры – это минус. Нужно строить клином. Клином КПД выше проходить удобнее. Но у нас же есть щиты. Мы должны пользоваться щитами. Смотрим, что у нас включено. Вот, обычный щит включен. Если видите, вот на камере, вот он отображается. Переключаем его. И теперь включена усиленная структура. То есть щит теперь огибает все блоки. И получается... И получается защищена вся структура. Поэтому, когда вы добываете, вы никогда не повредите свой корабль, и вы не загоритесь. Это очень удобно. Давайте для теста добудем, не знаю, добудем хотя бы лед. Он полностью водородный. У него нереальная тяга. Если вы не при 0.25 на Луне, вы можете миллионы-миллионы руды поднимать в космосе. А у нас строительство МКС. Мы добываем лед, мы добываем руду для строительства МКС. Поэтому мы больше времени проводим в космосе. И этот буровик, он просто незаменим. Расти, как бы он мне не нравился, но его уже не хватает. Нужно что-то мобильное. И именно вот в этом буровике джедаев, у него какой концепт? Из него вырезаны все заводы переработки, все базовые сборщики и весь ненужный обвес. Это просто буровик. А вот в буровике, который где-то возле нас летает, сейчас он появится, вот наш буровик Ситхо. У нас есть Мунсрайдер и Спейсрайдер. Вот в черном, ребята, в буровике Ситхо есть все перерабатывающие блоки, есть базовые сборщики. То есть, грубо говоря, один буровик Ситхо, он может зародить жизнь на любой планете и добыть любую руду в диких масштабах. Буровик джедаев, он сделан только для добычи базовой руды, любой руды, но он не может ее переработать. Но зато он может утянуть больше веса и он немножко легче. И два чертежа этих двух красавцев, этих двух фантастически рациональных кораблей, они будут в описании под видео. Если вам интересно, Steam Workshop, наши чертежи, ребята, надеюсь, вам они будут полезны. Спокойно на Луне можно утянуть 3 миллиона, 3 миллиона килограмм. Так, мы уже, похоже, тут вбурились в камень. Да, давайте немножко обойдем, обойдемся, зайдем со стороны льда. Как видите, я добываю под углом. Посмотрите на буровик моего напарника. Он добывает под прямым углом и ему все ок. Ребята, мы на Луне. 0,25G. Это приличная гравитация. Илонные двигатели уже давно бы прошлись на выход. Или им было бы фантастически тяжело. Так, мы вгрызаемся в лед. Смотрим, смотрим, смотрим. Система сортировщиков уже выкидывает камень. Но я думаю, это ни для кого не новость, что камень нам не нужен. И эту всю историю надо вырезать. И смотрим на вес. Смотрим. 3100. А вот теперь мы его догрузили. По-моему, 3300 или 3400. Это для него примерно комфортный вес для полетов. Смотрим, как он себя сейчас покажет на Луне. Так, я для нас включу метки. Чтобы вообще определиться, где наш Moonbase. Вижу наш Moonbase. Так, ребят, смотрите. Я уже иду на максимальных парах. У меня 3200. Вообще никаких проблем нет. Посмотрите, как он газует. Боже ж ты мой. Какой получился сбалансированный буровичок. Ну да, весит он, конечно, лям. На большой сетке. И у него много дизайнерских решений. К примеру, все двигатели спрятаны. Максимально невидимая тяга вперед. Тормозные двигатели спрятаны. Потому что не надо строить кирпичи. Не надо строить ежики. Конечно, мы были ограничены тем, что это буровик. Он предназначен для того, что он проходит в шахты. Что этот корабль будет внутри шахты себя комфортно чувствовать. Мой напарник вытормаживается и маршевыми двигателями. Да, он смог. И, боже ж ты мой, смотрел на него и я остался в сантиметре. Ребят, после этого это очень функциональные корабли. Мы чуть не разбили два буровика. Это вырежем. Так, паркуем наши буровики. Смотрим. Так, паркуем, паркуем, паркуем. У нас есть коннектор снизу. И у нас извлекатели снизу. Если вам нужно будет, в принципе, можно пользоваться камерой. Ну, я привык больше парковаться. Тут буквально два раза повернуть мышкой и уже, в принципе, понятно. Так, наклоняем вниз. Вот, все. Лево-право. И можно опускаться. Вся командная панель у вас будет тоже настроена. Смотрим, где я не попал. В смысле я не попал в коннектор? Так, так, так. Все же попал. Ребят, ну, можно пользоваться все-таки. Да, можно пользоваться камерой, кому неудобно. Я на этом корабле давно не летал. Но мне комфортнее садиться все-таки без камеры. Как-то глаза боятся, а руки помнят. Вы видели это? Один вытормозился, чуть не разбился об почву. Но с задними маршевыми двигателями притормозил. Я смотря на него, только нижними двигателями при 3200 кг я вытормозился. 3200 кг при 0,25G. Ну, вам решать, интересно это или нет. Но, по-моему, очень сбалансированные корабли получились. При том, что именно вот этот. Смотрите по чертежам, если вам понравились корабли. В этом есть сборщики и переработчики. То есть он пока везет руду, он уже сможет ее переработать в слитки. Буровик джедаев, он же просто добывает руду, добывает лед и привозит ее на точку. Что вам интереснее? Функционал, либо облегченный вес и больше руды. Выбирать только вам. Про Харон я вам рассказал. А это наш прототип. Мы не знали, нам нужен ли будет еще грузовик. Потому что у нас есть МКС, она начинает строиться. И эта станция в 130 км. Туда нужно возить очень много ресурсов. А это легкий грузовичок с двумя большими контейнерами. Фантастическое количество ресурсов может увезти при своей экономичности. Но тогда, получается, нам нужен еще и какой-то строитель, какой-то резак нужен. И мы столкнулись с тем, что у нас плодится флот. Плодится технический флот. И мы все это реализовали в Хароне. Харон везет. Фантастическое количество ресурсов. Здесь из-за наития моего напарника построен гравитационный двигатель. Он очень маневренный. И из-за сменной насадки он может резать, вварить и ввести ресурсы. Чертеж Харона, ребят, в описании под видео. Это было видео исключительно о техническом флоте. О флоте снабжения. О флоте поддержки. Если вам понравилось это видео, ребята, жмем большие пальцы. Звоним во все колокола. И до новых встреч. Всем пока.